Говорить о машинах Маки Субару тяжело. Почему? Потому что они достаточно уникальные. А мы сегодня расскажем вам пока в салоне о машине двухлитровой Субару Хорестер. А потом прокатимся. Ну, кататься сейчас в городе очень тяжело. Знаете почему? Потому что ДРСУ работает. А мы любим делать очень качественную работу. Ну ничего, попробуем поэкспериментировать. Итак, что же самое интересное готовит для вас Субару? Ну, прежде всего, это уникальные оппозитные двигатели. Меньше этого двигателя по размерам, кроме роторного Ванкеля, не существует. А поскольку он оппозитник, то и разместить его можно и пониже. Что положительно влияет на управляемость автомобиля и безопасность движения. Кто-то может меня упрекнуть. Ты же Леха любитель трехлитровых, V-образных. А вот этот двухлитровый, оппозитный, кстати, выдает на гора 158. Точнее, ну, практически 160 лошадиных сил. Что гораздо больше, чем трехлитровый вулкан. Тянет с низовых оборотов. Ну и 2 литра. В этом варианте. Это сверхнадежность. Потому что это самый легендарный двухлитровый мотор от Субару. И он постоянно совершенствуется. Здесь даже установлена последняя система фильтрации картерных газов. Я такой еще не видел нигде. В прошлом году этот малый пятиместный внедорожник был признан самой надежной машиной года. Далеко опередившим Тойоту и Митсубиси. И тем более европейцев. При значительной низкой цене. Ну, конечно, под Форестера, как Алексей под Китайца, я не залезу. Но клерен все-таки 20 сантиметров. Достаточно серьезно для все дорожники. Плюс колеса на 16 с достаточно высоким профилем. Ну и о подвеске. Сзади многорычажка полностью независимая. Хорошими такими рычагами. Плюс стабилизатор. Спереди стойки Макферса. Все это крепится на подрамниках. Поэтому подвеска более чем надежна. Что еще нравится у всех Субару? Это распределение крутящих моментов 50 на 50 по всем осям. Через вискомуфту. Что обеспечивает потрясающую цепкость на дороге. Марка Субару продолжает завоевывать не только российский, но и европейский рынок. И ставит своеобразные рекорды. Например, Форестер. Признан самым надежным внедорожником. Вернее, вседорожником в Европе. Почему? Потому что он самый надежный. В чем его надежность? В том, что отказов у автомобилей от года до трех лет всего 3%. Возможно, кто-то обвинит Субару в некоторой скромности внутреннего убранства салона. Где LCD-экраны и бортовая навигация? Но это машина, созданная для получения удовольствия от вождения и от обладания Субару. Ну а насколько вседорожник малого класса мал в салоне, об этом вообще сложно говорить. Я сижу на заднем сидении обычно спереди. И что здесь очень приятно для заднего пассажира, или двух пассажиров, так это обилие подстаканчиков. Мало таких. Вот и двое. А-да-да. Мало этого. Вот так. Так что вполне компанийский автомобиль для активного отдыха. О, я о своем. Об оккупантском. Багажник. Багажник радует. Чем радует? Ну, во-первых, конечно, объемом. Во-вторых, здесь столько всяких мелочей. И что конкретно понравилось Субару Фореста. Первый автомобиль стандартно оснащенный сабвуфером. Ну и вот мы, наконец, в коппите. На водительском месте. Субару Фореста. Прежде всего, на себя внимание обращает мультируль. Здесь управление музыкой и круиз-контроль, хотя автомобиль с механической коробкой передач. Очень хорошо читаемые приборы. Мне они просто очень нравятся. Все четко и ясно. Сети членджер на 6 дисков. Плюс радио. Ну, а звуки вы сами можете судить, потому что сзади сабвуфер. Пятиступка. Больше суда я не надо. И магический рычажок. Low-high, high-low. То есть пониженное и повышенное. А в заднем мосту еще и демультипликатор. Ну, плюс 4 подушки безопасности. О безопасности Субару заботится. Legacy, кстати, одна из немногих машин, которая выдержала новые повышенные требования Евроэнкап. Ну, а меня больше всего привлек подстаканничек. Со второго февраля в кинотеатрах. А еще этот автомобиль предназначен для тех, кто ценит функциональность салона. Большое количество мелких кармашков и всяких приятных механических девайсов. В самых различных местах ничего по салону болтаться не будет. Вот это, ребята, специально подружбайку. Помповое ружье. Специфика магнитогорского, да и российского телевидения весь достаточно забавная. Если бы мы были в Москве, мы бы на автостопе и зарабатывали. В магнитке, ну, в магнитке много телевизионных каналов, и никто не зарабатывает. Мы чуть-чуть более продвинуты. Поэтому мы занимаемся съемкой всяких индийских сюжетов, баскетболом. Недавно в Самаре были. Дорожки там посмотрели. Ню-ню. Сразу вспомнили о Subaru Forest. С его колесиками, да, туда. Так что на этой машине можно путешествовать. За 33 тысячи долларов. Есть ли конкуренты? Ну, возможно, они есть. Ну, с таким качеством. И мы немножко сегодня устали облизывать автомобиль в салоне именно эксклюзивных программах. Про вас, авторов первой автомобильной программы, прокатимся по зимним дорожкам. Поехали! Ну, вот мы и уезжаем. На Subaru Forest 2 литра. Кто-то может сказать, что, ребята, у вас сегодня экстрема маловато. Ну-ну. А едем-то мы на летней резине. По этому замечательному магнитогорскому гололеду. Полный привод. Вот только что я тронулся. Идет довольно дерзко. А теперь экстренное торможение. 3 метра. 60 км в час. АБС сработало безупречно. О чем мы еще забыли рассказать с Максимкой? Ну, а мифом. Существовал раньше миф такой, что Subaru неремонтопригодный автомобиль и дорогой несколько в обращении. А вот и нет. Пресловутые 4 свечки оппозитного двигателя, которые снаружи-то вы не увидите. Замена обойдется вам в 210 рублей. И поменяет минуту за 15. Профессионал, разумеется. А вам и не надо лазить в Subaru. Машина настолько надежна, что надежность эту надо поддерживать желательно в фирменном сервисе. А Tokyo Motors это и есть фирменный сервис. Что дальше? А сколько же ТО стоит на Subaru? С полным заменом всех жидкостей. Ну, от 2,5 до 3 тысяч рублей. Раз в 20 тысяч километров. Можно себе позволить? Конечно, можно. А в основном машина не ломается. Ну, и в очередной раз поблагодарим Tokyo Motors. За тот небольшой кусок адреналина и большое количество удовольствия. Потому что, ну, даже не покататься, а постоять, понаходиться рядом с Subaru. Для меня вот лично это удовольствие. Вот простите, прости меня, прости, Форестер, прости. Все, сейчас одену, сейчас. Одеваю уже, одеваю, одеваю, одеваю. Одеваю. Так, вот без ремня вы никуда не поедете. О безопасности заботятся. Фирме Subaru. Вот такой вредный зумер, он говорит, одень именем немедленно. А то подушка сработает в лицо и привет. Кстати, вот такое, несколько глуповато, идиотское выражение лица у меня возникло, когда я нажал на газ на первой скорости, на Subaru Forester. И он поехал на летней резине. Я сначала-то Алексею не поверил. Ну, и потом с камерой не те ощущения. А вот когда ты за рулем...